Около 5000 человек посетили шатер Рамадана в первый день благословенного месяца. Благотворительный фонд «Инсан» вновь распахнул двери шатра для всех желающих совершить коллективное разговение. В этом году по случаю его открытия прошло торжественное мероприятие, которое посетили и представители республиканской власти. Все подробности с места событий у Абдулы Алиева. Возведение шатру в месяц Рамадан стало уже по-настоящему народной традицией в Дагестане. И самый главный, как и каждый год, расположен на площадке центральной джума мечети города Махачкалы. В этом году он преобразился и внешне, и стал гораздо вместительнее. Если в предыдущие годы шатер принимал каждый день до 3000 человек, то теперь эта планка поднята до 5000. Шатер Рамадана является нашей уже ежегодной акцией, традиционной. На протяжении уже 7 лет мы проводим эту акцию. Успешно развивается, и мы с каждым годом, нам приходится увеличивать шатры. И вот в этом году мы практически вдвое увеличили шатер из-за острой нехватки мест, которые было в предыдущие годы. Возведение шатра – это всегда важное событие для горожан. И в этом году, чтобы разделить радость по случаю его открытия, церемонию посел муфти шейх Ахмад Афанди и представителей республиканской власти. В своем выступлении духовный лидер поздравил всех с наступившим месяцем Рамадан. И выразил благодарность фонду Инстан за организацию акции и всем, кто неравнодушен в ее проведении. Также шейх Ахмад Афанди призвал дагестанцев благодарить Аллаха за возможность принимать участие в подобных мероприятиях. Вот кто сегодня здесь присутствует, они все чиновники, мы их не пригласили. Они сами изъявили желание находиться вместе с народом сегодня первой ночь. То, что их присутствует, это очень о многом говорит. Когда говорят в Дагестане, между конфессиями нету таких разных голосов, я удивляюсь. Я говорю, а как могло быть по-другому? Конечно, наш пророк Аллахи Салат Аслам нас в своем примере показал. Один маленький фрагмент. Рядом жил сосед, еврей, старый человек. Каждый день он к нему ходил, за ним ухаживал. Сам пророк. С поздравлениями от главы Дагестана выступил руководитель его администрации Владимир Иванов. Он отметил, что шатюр служит объединению общества, так как его могут постить люди абсолютно всех конфессий. Что присуще этому шатюру, что в этот шатюр могут прийти люди любого вероисплюдая. И мусульмане, и христиане, и иудеи. Любые. Потому что в этот священный месяц любой гражданин, любой человек может прийти сюда и насладиться вечером вкусной еды. Сюда приходят и студенты, и малоимущие граждане. И не может быть плохим тот шатюр, который делает такие плохие дела. Также с наступлением месяца Рамадан поздравил дагестанцев министр по национальной политике, который отметил важную роль духовенства в укреплении межконфессионального мира в республике. Работать на этой должности очень легко, потому что есть такие духовные лидеры, как наш уважаемый шеф Хаджи и другие конфессии тоже, которые понимают. И благодаря деятельности которых сегодня в Дагестане царит мир, межнациональное согласие и межконфессиональный мир. Спасибо им за это и нам всем за то, что мы их поддерживаем, понимаем друг друга. Со словами поздравлений выступил и мэр города Махачкалы Салман Дадаев. Он отметил, что Рамадан дает возможность людям стать духовно богаче. Ведь благие дела, совершаемые в этом месяце, становятся намного ценнее и значимее. Шатер Рамадана будет работать на протяжении всего священного месяца. Сюда могут прийти все желающие, чтобы отпустить УРАЗУ. Он будет открыт для представителей всех конфессий. Здесь намерены накормить каждого, кто придет разделить трапезу со своими земляками.